В этот день, 11 июля 1810 года, известный медицинат Николай Шереметьев построил странно приимный дом. Это была благотворительная больница, на базе которой возник институт имени Скрифосовского. 11 июля 1874 года Александр Ладыгин получил привилегию номер 1619 на лампу накаливания. 11 июля 1941 года в ходе Великой Отечественной войны началась героическая оборона Киева. В этот день, 11 июля родились Александр Прохоров, нобелевский лауреат по физике, создатель Лазаров, Рудольф Абель, советский разведчик. Настоящее имя легендарного шпиона – Вильям Фишер. Его отца, брусевшего немца, и русскую мать, царская охранка высылала из России за революционную деятельность. Семья Фишеров выбрала новым домом в Великобритании. Но надежда вернуться не покидала их. Пока революционное движение набирало ход в России, у Фишеров родились два сына. Вильям успешно учился, поступил в Лондонский университет. Будучи студентом, в 1920 году он со всей семьей и вернулся в Россию, где усилием поклонников марксизма была свергнута монархия. В Советском Союзе братьям Фишер сразу нашли применение. Владеющие в совершенстве английскими и немецкими языками, они стали переводчиками. Вильям успел подступить в Институт Востоковедни, послужить в армии, где стал радистом. Новая профессия, сразу скажем, очень пригодится в его шпионском будущем. Первым его заданием, как уже агента ОГПУ, было отправиться в Норвегию и наладить там связь между центром и резидентурой. Потом наступила очередь его родины Великобритании. Из Лондона в качестве радиста-шифровальщика он передал много важной информации. Самое главное, он обслуживал связь с центром знаменитой Кембриджской пятерки. Это были пятеро высокопоставленных британцев, работавших на СССР. Однако командировка вышла неожиданно короткой. Фишера отозвали в Москву и вскоре уволили из органов госбезопасности. Как казалось, в числе прочих дискредитировал советский разведчик-перебежчик Орлов, который работал с пятеркой и сбежал в США. Казалось, это был крест на всей его карьере в органах. И Вильям смог найти работу только лишь на авиазаводе. Расклад поменялся с началом Великой Отечественной войны. Разведке нужны были опытные кадры. И вот в одну из школ НКВД, в которой готовили разведчиков, Фишер свел знакомство с неким Рудольфом Абелем. Они стали приятелем. Вряд ли тогда Фишер предполагал, что спустя годы он использует имя своего товарища, чтобы запутать следы. Да в общем и прославится он на весь мир под именем Абеля. А пока Вильям Фишер отправился в немецкий тыл. Он сверхуспешно втерся в доверие к нацистам. Его даже представили к железному кресту. А ввел Фишер очень сложную игру. В качестве немецкого офицера он якобы контролировал деятельность немецких радистов, заброшенных в советский тыл. В Вермарте и подумать не могли, что эту оперативную игру разработали в НКВД. И что у нее есть название Березино. После победы над Германией врагом номер один стали США. И теперь Фишер начал проситься на новый фронт работы. В своем рапорте он буквально клялся. Ни при каких обстоятельствах не раскрою врагам доверенных мне тайн. И лучше приму смерть, чем придам интересы моей родины. Лучшие кандидатуры для работы за океаном было не найти. Многократно доказавшую свою вредность, свободно владеющий английским, Фишер был отправлен в США. Главная задача сбора и передачи сведений в американской ядерной программе. И вот уже в 1949 году он сообщил, что установил контакт с Читой Коэ. Они смогли добывать сведения о ядерных исследованиях в Лос-Аламосе, что стало прорывом. Теперь и Советский Союз был в шаге от создания своей ядерной бомбы. Самого ценного советского агента ФБР смогло накрыть только спустя 8 лет. Правда, имени его они не знали. Фишер же после ареста назывался Рудольфом Абелем. Таким образом, он передавал сигнал в Центр о том, что арестован и что сотрудничать с американцами не намерен. ЦРУ потратило много недель на уговоры Фишера сотрудничать, но безуспешно. Директор ЦРУ Ален Даллис позже писал, «Все, что Абель делал, он совершал по убеждению, а не за деньги. Я хотел бы, чтобы мы имели трех-четырех таких человек, как Абель». Его приговорили к 30 годам тюрьмы, однако, когда в мае 1960 года на Свердловском был сбит американский самолет-разведчик, это стало для Абеля шансом. Спустя два года летчика ЦРУ Фрэнсиса Пауэрса обменяли на советского разведчика Рудольфа Абеля, настоящего имени которого американцы тогда так и не узнали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова